Субпродукты это как субкультура, ее нужно понять. Морковь вот таким образом у нас уходит. В нашем случае она свежая 100%. Цвет меня очень радует. Лаврушечку обязательно нужно притопить. Посмотрите, он стал более густой. Вот так вот аккуратненько, но очень интенсивно перемешиваем. Наша задача не класть мимо. Друзья, это максимально вкусно. Здесь раскрывается сливочность от масла. Сам вкус печенки и вот такой еле-еле-еле догоняющий вкус черного перца. Ммм, насколько же это вкусно. Друзья, всем привет. Вы на канале Борисов ТВ и я, Алексей Борисов, снова с вами. Сегодня, перед тем, как подготовиться к съемкам, я понял, что тема завтраков в нашем пространстве, на нашем канале, полностью не раскрыта. Нам еще, ууу, как до Китая. И сегодня, как вы поняли из превью, это будет паштет из куриной печени. Давайте оперативно поставим лайк, проверим подписочку и начинаем. Первым делом приготовим овощи. Нам нужно будет нарезать морковку лучше помельче, чтобы она просто быстрее сготовилась. Такими вот полукольцами нарезаем. Как вы ее нарежете или натрете, не имеет значения. Как вы знаете, паштет в конечном итоге мы измельчим. Морковь вот таким образом у нас уходит. Далее небольшая луковица. В данном случае у меня половинка большой луковицы. И также я режу полукольцами. Мы ее все обжарим. Лук на 80 с лишним процентов состоит из воды. Поэтому останется только сладость. Поэтому не переживайте. Если охота более концентрирована именно по сладости, то и морковка, и лук вам это гарантируют. Перекладываем обратно в тарелку. Можно и морковку, и лук друг на друга. Потому что обжариваться они пойдут в сковородку одновременно. Далее печень. Печень куриная необходимо в первую очередь убедиться, что она свежая. В нашем случае она свежая 100%. И немаловажно убрать вот эти соединения, вот эти пленочки. Потому что они, когда будем пробивать паштет, в конечном итоге могут намотаться на ножи, либо остаться не измельченные. И будет просто неприятно есть паштет. Поэтому не поленитесь. Вот здесь немного. Вот в данном случае у меня 400 грамм. Вот это, посмотрите. Вот эту историю нужно убрать. Она ни к чему. Ну, вы все поняли. Разогреваем сковородку на средний нагрев. Сразу растительное масло немного. И после того, как масло нагреется, отправляем лук и морковь. Посмотрите, лук и морковь приобретают легкую золотистость. Я думаю, что еще минутки 3-4 и будем откидывать на тарелку. Цвет меня очень радует. Заканчиваем и перекладываем на тарелку. На этой же сковородке мы будем обжаривать и нашу печень. Возвращаю сковородку. Добавляю немного растительного масла. Так как сковородка у нас уже горячая, я сразу же добавляю печень. Кстати говоря, при нарезке я вам не сказал, что нужно каждый кусочек печени, чтобы был одинаковый, чтобы она равномерно была готова и прожарилась, и протушилась. Все. Раскидываем и ждем, когда печень обжарится. Печень обжарилась. В заключительный раз ее перемешиваю. Вываливаю обратно овощи. Добавляю 20 грамм сливочного масла, чтобы приобрести сливочность. Далее 3 зубчика чеснока. Я потом их заберу обратно, то есть выловлю. Они в конечном продукте нам не нужны. Далее 2 лаврушки. Далее перец. И соль. Тем, дай соль, пожалуйста. Вот почему я люблю средний помол соли, что можно и посолить суп, кашу, можно засыпать в мельницу, в ступку, а также красиво посыпать стейк. Леша, почему соли розовые? Так гималайская же. Солим. Хорошо перемешиваем. Чтобы все обменялось вкусами, текстурами. Лаврушечку обязательно нужно притопить, чтобы все объединилось. И заключительный ингредиент на данную минуту – это 100 миллилитров воды. Нам нужно оставить сейчас на минимальном огне, ну не минимальный, между средним и минимальным огнем, чтобы минут 20-25 протушилось, лишняя вода ушла, и нам уже спокойно можно было перейти к измельчению. Прошло 20 минут. Открываем печеночку. И первое дело, которое я сейчас делаю, это уберу лаврушку, потому что, естественно, мы ее измельчить не можем, себе позволить. И достану чеснок. Если вам чеснок в блюде нравится, оставляйте. Только перед этим его желательно поменьше нарезать или выдавить через чеснокодавку. Все. Из того, что нам не потребуется, избавились. Теперь я достаю блендер и будем измельчать. Аккуратно перекладываем печенку в блендер. Кстати говоря, можно использовать и погружной, спокойно. Можно такое типа стакана. Я делаю в своем стандартном. Аккуратно перекладываем и приступаем к измельчению нашего продукта. Накрываем крышку и взбиваем. Я хочу, чтобы он был просто шелковистый, ровный, без каких-либо пузырьков воздуха. Так. Сначала на маленьких оборотах, а потом будем потихоньку-потихоньку их увеличивать. Пока что я вижу крупные фракции. Я думаю, что от трех минут потребуется на взбивание паштета. Посмотрите, он стал более густой, а это значит, мы идем к заданной цели. Увеличиваем мощность. Отключаем блендер, снимаем чашу, открываем и смотрим скорее, что же там у нас такое. Посмотрите, посмотрите, на что это похоже. Это просто стекло. Так, где моя лопатка? Перекладываем будущий паштет в емкость. И цвет, и текстура мне очень нравится. Все до последней капли. А пока я заканчиваю перегружать паштет, давайте перейдем и пообщаемся в комментариях, что едите на завтрак. Мне очень интересно, может быть, мы раскроем какую-то тему для будущего нашего рецепта. Следующее, что мы берем, это сливочное масло. У меня здесь осталось грамм 70. Я его перекладываю к паштету и начинаю активно замешивать до полного его растворения. Паштет должен растворить за счет своей температуры это сливочное масло. Вот так вот аккуратненько, но очень интенсивно перемешиваем. Он становится еще более блестящий, более сливочный и от этого еще более вкусный. Обратите внимание, что за счет масла он становится не только более вкусным, но и тогда, когда вы будете его хранить в холодильнике, он стабилизируется, и его можно будет еще проще мазать. Вот не таким вот жидким, а таким. Прямо реально как сливочное масло, но только со вкусом вот эти вот печенки. Ну, я просто скорее жду попробовать. Теперь наша задача переложить его в ту емкость, где мы будем его хранить. Можно взять несколько вот таких вот небольших порционных, можно взять чуть побольше или другие какие-то банки. Ну, все на ваше усмотрение. Мне всего лишь нужно показать, как я это вижу. И перекладываем в паштет. Наша задача не класть мимо, потому что это очень вкусно, и потеря любой даже маленькой части может ударить по сердцу. Столько будет достаточно. И сейчас покажу один лайфхак. Сейчас нам нужно постучать. Вот так, чтобы все пузырьки воздуха, обратите внимание, чтобы они поднялись наверх, и ни одного пузырька мы не смогли обнаружить внутри. Потому что воздух будет способствовать, чтобы наш паштет испортился. А нам этого ни в коем случае допустить нельзя. Ну и заключительный элемент на сегодняшний день это сливочное масло. Сейчас мы сливочным маслом запечатаем наш паштет, и воздух даже сверху его не достанет. Делаем вот таким образом. Небольшой слой. Все. Этого будет достаточно. Распределяем по всей поверхности. Теперь мы также с открытой крышкой дождемся, когда паштет остынет, масло стабилизируется, и мы можем смело накрывать его крышкой. А мы готовимся к дегустации. Я поджарил небольшие кусочки хлеба прямо в духовке в течение 10 минут. Перекладываю, чтобы было удобно наш паштет. Обратите внимание, какая классная образовалась корочка. Какой нежный паштет. Паштет может был подержать чуть подольше, чем я. Я думаю, что буквально 15 минут у меня был в холодильнике. За пару часов он был бы более стабильный. Но на вкус это никак не повлияет. Я прям с горкой положу, чтобы мне было максимально вкусно. Что, поехали пробовать? Друзья, это максимально вкусно. Здесь раскрывается сливочность от масла, сам вкус печенки, и вот такой еле-еле-еле догоняющий вкус черного перца. Ммм, насколько же это вкусно. Хочу подметить, хрустящий хлеб очень сильно дополняет наш паштет печеночный. Очень вкусно. Крайне рекомендую позавтракать не только кашей, но и бутербродами с паштетом. Теперь я с вами прощаюсь. Я вас благодарю за просмотры. Обязательно поставьте лайк этому видео. Поделитесь им со своими друзьями. И не бойтесь экспериментировать. Пока! Давай намазы и все будем кушать. Сейчас сначала я, сначала папа доест, потом всем остальным. Пошли. Пошли. Пока! Пока! Пока!